Доброе утро! Это Утренний Экспресс. И прямо сейчас все родители первоклассников прильнули к экранам, потому что здесь, в этой студии, мы с Владом Изюминка заботливым образом постараемся создать для вас букет для первоклассника. И у нас в гостях специальный человек для этого. Флорист у нас сегодня в гостях. Екатерина Улич. Здравствуйте! Доброе утро! Ну как вы проснулись, Екатерина? Как добрались до нас? Доброе утро. Да прекрасно, без пробок. С утра очень удобно ездить на работу. Вот видите, вот видите, как он был. А за кадром нам сказалось совсем другое. Екатерина, расскажите, помните ли вы свое первое сентября? И самое главное, какой у вас был букет? Конечно, помню, это был букет красных гладиолусов. Ну, наверное, как и большая часть детей, которые... Конечно, да, с огорода, с садовых плантаций. В страшном целлофане вот в этом. Да, вот было время, когда дети дарили учителям практически, ну, все одинаковые цветы. А сейчас это, ну, прям отдельное, мне кажется, искусство. Вот эти букеты, которые приносят ребята. Есть ли какая-то мода во флористике? Конечно, так же, как и в одежде, и в визаже, и так далее. То есть, чем меняются цвета одежды, так же меняются во флористике, и тренды точно так же приходят. Ну, сейчас идет соревнование, какой магазин сделать интересным букет для первой сентября. Я вижу у нас с вами на столе сейчас припасены далеко не цветы, точнее, ну, не только цветы, а еще всякие разные аксессуары. Давайте уже, наверное, приступим к самому интересному. И уже будем мастерить своими руками букет для первоклассников. Я могу, как все мужчины, в такие моменты что-нибудь подержать просто, если... Поддержи нас морально, пожалуйста, Екатерину и меня. Итак, что нам потребуется, чтобы создать необычный вот такой вот букет? Ну, для начала нужно использовать зелье, чтобы создать объем композиции. Потом мы выставляем цветы, и после этого мы уже добавляем декоративные элементы, которые заготовили. Оставлять мы это все будем вот в такую конструкцию, да? Кстати, а как это называется? Это флористическая губка. Флористическая губка. Все просто. Да, чтобы вот нашим зрителям тоже было видно, давайте покажем. Вот таким вот образом здесь губка устанавливана. И вот такое вот, пожалуйста, приспособление. Ну, давайте начнем. Ну что, приступаем. Приступаем. Ох, кому вот из первоклассников достанется этот букет? Твоему сыну. Можете попробовать. Таким вот образом нужно выставлять объем из зелени. Так, объем создаем. Отлично. Еще что нам потребуется? Цветы. Какие мы цветы используем, чтобы покорить сердце классного руководителя? Ну, сейчас один из самых модных цветов. Это гортензия. Один из самых красивых. Ага, гортензия. Есть ли у него какая-то сезонность или что-то еще? То есть сейчас, в это время года, он, в принципе, актуален, да? Смотри, кстати, как подходит. На самом деле сейчас уже так хорошо налажены поставки, что круглогридично можно достать почти любые цветы. Поэтому, ну, сейчас он, да, он самый свежий, самый такой плотненький, самый хороший. Ага. Так, его мы тоже можем использовать, да? Прекрасно, прекрасно, да, подходит тебе подходит. Я вообще, вот сейчас я смотрю, как мне подходят эти все цветы и сомневаюсь, что какому-либо школьнику вообще достанется этот букет. Думаешь? Ну, я, по крайней мере, очень рассчитываю на это. Так, ну, раз полкомпозиции просто. В принципе, раз такой цветок большой и одним им уже можно заполнить полкомпозиции. Ну, кстати, да, он такой очень массивный. И здесь, в принципе, еще парочку листочков добавить, и я думаю, уже будет полноценный букет. В такой корзинке красиво еще. Так. Карандашики, вот у нас такие яблочки. Да. Ну, добавим еще немного зелени. Угу. Диантус. Диантус? Да. Это полное имя Дианы? Это латынская, по латыни, гвоздика. Гвоздика. Да, да. Просто мы не называем его гвоздика, мы говорим Диантус, чтобы не пугать людей. Ну, да. Диантус, это Диантус, что тут? Ну, действительно, уже получается композиция у нас такая интересная. Очень красиво. Так, вот пошли и яблочки. Ну, это вот это... Вы только полюбуйтесь. Это красота вообще. То есть можно взять два карандаша, исписанных уже. А эти нет. Ну, да, согласна. Вот эти карандаши, например, взять, связать их вот таким вот образом. Это что? Это специальная флористическая проволока. Так, с помощью проволоки. Обернуть зеленой бумагой, как вариант. Или покрасить чем-нибудь, или еще. В общем, развивайте свою фантазию. Вот таким вот образом у вас получится такие замечательные. А я буду настоящие, что ли? Да, конечно, настоящие. То есть учителей еще и накормить. То есть вообще подмазаться на весь год учебно. Вообще. Сразу одни пятерки будут. Ну, вообще для учителей важен очень момент, чтобы композиция была в подставке. Потому что им очень много дарит вас, много букетов, и они потом бегают бедные с этими букетами. Дома не знают, куда их вообще поставить. То есть это вы сразу позаботитесь о человеке. Ну, это выглядит гораздо свежее, чем то, что вот мы с тобой 40 лет назад дарили в школах нашим учителям. Это выглядит гораздо интереснее и гораздо современнее. Да, я с тобой согласна. Вот мне просто эта проблема знакома не понаслышке, так как моя мама учитель, все вы знаете. То постоянно ей на 1 сентября дарили эти букеты. Она уже не знала, бедная, куда их ставить. У нас в семье было два праздника. 1 сентября и ее день рождения. Так получается у Ларисы Викторовны завтра праздник? Получается так. Ну, завтра ее ведущие поздравят. А мы пока готовимся к 1 сентября. Я хочу уже воткнуть карандаши. Да, да, да. Эту самую важную книжку, конечно, можно увидеть. Итак, куда мы это сделаем? Понимаете, что я просто боюсь сейчас все испортить и куда-то не туда в гортензию вонзить. А тут еще, смотри, такие загнутые крючки. Я бы сделал вот так. Но это, наверное, не то, что нам нужно. Я тут для устойчивого, на самом деле. Поэтому Екатерина сейчас нам поможет. Ну, главное, конечно, не вставлять в сам цветок. То есть между цветами. Где-то рядом. Между соцветиями, да. Блин, мне нравится. Я бы даже дома себе поставил такой. А вот ты поучись, пожалуйста. В школе. Хоть год. В школе, хоть год. Надо было оставаться, знаете ли, на второй год, на 36-й и все остальное. Как вот актуальная проблема, как продлить жизнь букету? Как сделать так, чтобы вот у меня постоянно, я не знаю уже, с чем это связано, я уже грешу на себя. Может быть, это я такой человек, что вокруг все вянь. Как сделать это, чтобы цветы простояли неделю, две, три месяца? Ну, тут очень много факторов, на самом деле. Если это букет на своих ногах, не в композиции, то есть не в губке. Здесь достаточно просто его поливать. Больше с ним делать ничего не надо. Его туда прям внутрь поливать. И губка пропитывается, да, получается? Да, она пропитывается, она дает все эти воду, и там есть разные питательные вещества, прям в самой губке уже пропитаны. То есть она в этом плане очень удобна. А если букетик на своих ногах, главное каждый день не ленить, а каждый день менять воду и подрезать, обновлять срез. Подрезать? Работает ли этот лайфхак с, что там, анальгин, сахар, какие-то порошки, что-то еще? Вот это все действенно? Ну, анальгин для определенного ряда цветов. Сахара, да, потому что цветы, они питаются сахарами, да, просто когда они растут на кусте, то есть они фотосинтезом сахара этот создают себе. А здесь мы их просто искусственно ему даем. Но вот есть специальные пропитки, то есть можете просто у флориста, когда покупаете букет, попросить профессиональную подпитку для цветов. Это несложно, в общем-то, развести ее в воде, просто и подпитать, и не будет стоять дольше. Наконец-то! Так, ну что, подведем итоги. Во-первых, у нас в гостях сегодня была Екатерина Улич, флорист. И она нам рассказала, как сделать замечательный, современный букет на 1 сентября. Вы можете использовать, во-первых, еду, во-вторых, ну, яблоки, конечно, красиво, чтобы было. Старые карандаши цветные. Во-вторых, карандаши, то есть предметы, которыми вы обычно привыкли что-то рисовать. Ну и, конечно же, цветы. И будет вашему учителю счастье, мы уверены, на 100%. Это очень красиво и современно. Поэтому давайте мастерить своими руками, потому что вашим педагогам будет гораздо приятнее. Екатерина, спасибо вам большое. Спасибо, что вы нашли время и сегодня к нам приехали и сделали такой замечательный букет. А мы с вами, телезрители, увидимся буквально через несколько мгновений. До новых встреч.